Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. Вначале коротко о некоторых темах выпуска. Более 130 парковочных мест появится возле вокзала Сочи. Для этого сейчас демонтируют досмотровые павильоны. Мэр Сочи приехал на работу на автобусе. Так он проинспектировал работу общественного транспорта. В Кавказском заповеднике этой зимой насчитали рекордное число зубров. Ученые завершили зимний авиаучет. За минувшие сутки в крае произошли 10 крупных пожаров. Шесть из них уже потушили. Самые сложные вспыхнули в Анапе и Туапсе. Загорелась сухая трава в горных районах. В Туапсе ситуация осложняется тем, что лес загорелся рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Губернатор Краснодарского края дал поручение главам районов держать ситуацию на личном контроле. Если в Анапе угрозы населенным пунктам нет, то в Туапсе ситуация осложняется тем, что лес загорелся рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Поручил главам совместно с МЧС взять ситуацию на личный контроль. Организована работа оперативного штаба. Все силы были брошены на отушение пожара. Удалось предотвратить распространение огня в сторону жилых домов. Угрозы для НПЗ тоже нет. Прошу жителей соблюдать меры противопожарной безопасности. Практически по всей Кубани объявлено экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Глава Кубани поставил задачу довести долю малого бизнеса в объеме закупок до 50%. По итогам прошлого года эта цифра достигла 1 трети от всех государственных и муниципальных контрактов в регионе. Вопрос участия небольшого бизнеса в обеспечении госзакупок обсудили на совещании в Краснодаре. Его провел Вениамин Кондратьев. Предприниматели периодически жалуются на недобросовестную конкуренцию, из-за чего им сложно пробиться на торги. Губернатор уверен, эту ситуацию необходимо менять. Где-то в пределах 10 секунд одну деталь заряжать. 10 минут и жарочный шкаф готов. Скорость изготовления и технологичность – одно из преимуществ любого предприятия. Но для заводов, работающих по государственным контрактам, это особенно важное качество. На фабрике в Денском районе могут быстро и качественно исполнить практически любой договор по своему профилю. Уже больше 20 лет на местных конвейерах производят оборудование для пищеблоков. Шкафы, жаровни, разделочные столы и печи. Из оборотов 400 миллионов в год около 40% государственные контракты. За вот эти десятилетия работы сформировался отдел. Это, он так называется, отдел торгов. Сейчас, благо, информация достаточно открытая, ее много везде, и не только по нашему краю. Можно сказать, что это такие профессиональные участники в торгах. Потому что все-таки этот канал сбыта, канал продаж, он отличается от классических продаж. Сегодня каждый пятый предприниматель края участвует в государственных и муниципальных торгах. Динамика положительная, но все же пока далека от идеала. На совещании глава региона озвучивает цифры. Доля малого и среднего бизнеса в объеме закупок – 33%. Для сравнения, пять лет назад было всего лишь 15%. Но такую радужную статистику не всегда подтверждают сами предприниматели. Не раз я слышал уже со стороны малого и среднего бизнеса о том, что вот эти торги – недобросовестная конкуренция. Сложность принять участие даже в этих торгах, потому что изначально уже невыполнимые для них требования, невыполнимые. Давайте сейчас посмотрим на механизмы и алгоритмы, которые на самом деле не просто есть, они работают. Они те барьеры и барьерочки, которые сегодня созданы. Для того, чтобы вроде как в басне, когда лиса вокруг кувшина бегает, понимает, что в нем есть содержимое, а выпить с него не может. Вот так и малый и средний бизнес в крае. Он понимает, что можно принять участие в муниципальных и государственных закупках. Но реально это сделать не может. Давайте посмотрим, насколько на самом деле сегодня имеет возможность малый и средний бизнес нашего края принимать участие в муниципальных и государственных закупках. Глава региона ставит конкретную задачу довести долю малого и среднего бизнеса края в объеме госзакупок как минимум до 50%. Предприниматели и рады участвовать в тендерах, но часто сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и непрозрачностью торгов. Очень много предпринимателей не доверяют этим торгам и не идут в эти торги, потому что они видят, что часто, ну вот опять же, если есть примеры, то вот тоже в двух районах документация составлена так, что может победить только, ну скажем, определенного вида товар, который там заложен и которым, ну торгую, скажем там, ну которые не могут поставить все остальные. В крае госзакупки проводят больше 6 тысяч заказчиков. Большая часть из них – представители муниципалитетов. Губернатор просит брать пример с тех районов, где доля участия малого и среднего бизнеса достигает 80%. В отличниках – Калининский, Крымский, Каневской, Белореченский и Абинский. Но, к примеру, Новороссийск – третий город в крае по количеству предпринимателей пока демонстрирует низкие показатели. В то же время кубанский бизнес осваивает рынки госзакупок в других регионах, чем привлекает средства в экономику края. Мы только 2 миллиарда отдали бизнесу не из нашего региона. А наш бизнес принимал активное участие в других субъектах – на 18 миллиардов. То есть в экономику края мы привлекли еще плюс 16 миллиардов. На совещании Вениамин Кондратьев также поднял тему прямых контрактов. Это закупки малого объема до 300 тысяч рублей, которые проводятся без торгов. Глава региона уверен, их нужно вывести из тени, перевести на электронную площадку, что может увеличить количество потенциальных поставщиков. Закупки малого объема до 300 тысяч рублей, коллеги. Это так вроде как звучит. А если посмотреть по итогам прошлого года, вот этих закупок малого объема мы произвели на 22 миллиарда рублей. Без торгов. Это же напрямую. Это же напрямую. На 22 миллиарда рублей. А кто мешает их вывести на электронные торги, на электронную площадку? Кто мешает вывести? В том числе и вот эти закупки малого объема. Кто? Почему мы их держим в тени? У нас тут настолько, мне кажется, непрозрачно, что на самом деле, мне кажется, просто не с кем добиваться прозрачности. Коллеги, это карманные поставщики. Я уверен, карманные поставщики. В то же время, не нужно забывать о поддержке малых предприятий. Из-за того, что бизнес не может реализовать себя на внутреннем рынке, он попросту вынужден закрыть свои производства. Такая ситуация сегодня недопустима, уверен губернатор. Ни один бизнес, малые и средние не должен закрыться. Ни один, в непростое время. Еще раз подчеркиваю, поймите, что сегодня приоритет нашей политики – это сохранение рабочих мест и создание новых. А если мы допускаем, что ликвидируются предприятия, тем более малые и средние, сокращаются люди, то такая политика мне не нужна. Или те, кто реализует такую политику, не нужно. Это неправильно. Коллеги, людям нужна, еще раз подчеркиваю, ежемесячная гарантированная зарплата. Госзаказ дает малому и среднему бизнесу гарантированный рынок сбыта, уверен губернатор. Тем более, что для поставщиков вся информация о тендерах теперь собрана на одном портале. Сайт начал работать еще в конце февраля. А в режиме реального времени предприниматели могут находить потенциальных заказчиков и узнавать о планируемых закупках. Важно, чтобы кубанский бизнес смог участвовать в нацпроектах, благоустраивать города и станицы и обеспечивать горячим питанием школьников. И это еще не все направления, в которых местные предприятия смогли бы себя проявить. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Глава Кубани с рабочим визитом сегодня посетил Новокубанский район. В первую очередь Вениамин Кондратьев осмотрел сельскохозяйственные предприятия. Муниципалитет – один из лидеров в молочном животноводстве. Губернатор побывал на старейшей ферме района Хуторок. За последние три года здесь построили два новых корпуса и модернизировали оборудование. Руководству удалось не только построить успешный бизнес, но и повысить уровень жизни целого села. 35 лет – средний возраст наших рабочих. 54 тысячи – средняя зарплата за прошлый год. Это небывалая зарплата для села. Небывалая. Она здесь реальная. Вот мы говорим, что нужно молодежи на селе. Стабильность нужна. Рабочие места нужны. Уверенные завершние дни. Вот здесь мы находимся. Вот здесь он все это обеспечивает. Но хозяин. Стоятельство ферм. Он же сам же строил. И отсюда тоже экономика складывается. Если бы заказал бы, обошлось бы дороже в десятки раз. Он даже кредиты в банки не берет. За счет того, что делает себестоимость ниже. За счет того, что сам подрядчик, сам заказчик. Вот такой подход сегодня нужен для того, чтобы экономика на селе получалась. По производству молока хозяйство занимает первое место в районе. В прошлом году на ферме удалось получить около 14 тысяч тонн молока. К другим новостям. Более 130 парковочных мест появится возле железнодорожного вокзала «Сочи». Стоянку разместят на месте досмотровых павильонов. Сейчас их продолжают демонтировать. О проекте благоустройства при вокзальной площади расскажет Ольга Десятого. Досмотровые павильоны превращаются в груду металла и битого стекла. Рабочие уже разобрали большую часть построек. Олимпийская история ЖД вокзала «Сочи» уходит в прошлое. Павильоны были построены специально к зимним играм для досмотра пассажиров. После Олимпиады никак не использовались. Много лет о сносе только говорили. Окончательное решение было принято в октябре после встречи мэра Сочи Алексея Копайгородского с руководством РЖД. Договорились разобрать павильоны и благоустроить привокзальную площадь, установить лавочки, отделенить пространство и сделать парковку, которой вокзал лишился из-за тех самых павильонов. Появятся места для стоянки личного транспорта, порядка 130 парковочных мест. Как с данной стороны вокзала, то есть если мы будем смотреть со стороны вокзала так, и вместо 4-го павильона, который находится за зданием автовокзала. Тут будет парковка долгосрочная, где можно будет оставить машину, либо когда вы приезжаете встречать гостей. Найдется и место для такси. Машины смогут парковаться за автовокзалом. Там будет порядка 50 мест. Чтобы и парковка для такси была, и для людей, которые приезжают, уезжают, чтобы могли парковать машину. А где парковка за дорогой туда, людям неудобно, с чемоданами, как таскать. А давным-давно надо было открыть все это. В районе ЖД вокзала всегда много людей и машин. В проекте реконструкции учли вопросы безопасности. Потоки пассажиров и транспорта будут разведены. Действительно, они уже не нужны. А они просто занимают место. Если этот павильон мы снесем, образуется здесь площадь. Почему? Потому что посмотрите здесь, какая пробка сейчас состоит. И транспорту некуда становиться. Мы действительно можем поставить сюда общественный транспорт. Он будет заходить. И в то же время люди смогут выезжать беспрепятственно. Изменится и схема движения общественного транспорта. Теперь делать пересадку пассажирам в районе вокзала будет гораздо удобнее. Мы планируем пересмотреть, чтобы все автобусы, которые идут в сторону ЖД вокзала, имели возможность доезжать на привокзальную площадь. Для этого нам нужна дополнительная платформа. Рабочие демонтируют только три павильона из четырех. Один, тот, который работает и сейчас, останется на прежнем месте. Но выглядеть будет совсем по-другому. Конструкцию планируют сделать легкой и прозрачной, чтобы не закрывать фасад вокзала, который является памятником архитектуры федерального значения. Это здание историческое у нас в Сочи, поэтому нужно показывать, как раньше люди приезжали, смотрели. А вот эти вот поставили досмотры, и люди ничего не видят. Конечно, нужно убрать и показать красоту нашего вокзала. Работы по реконструкции вокзала планируют завершить к лету. Кстати, в планах обновить здание почты рядом с автовокзалом и заменить надпись «Вокзал», чтобы стиль букв также вписывался в единую концепцию. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Мэр Сочи приехал на работу на автобусе. Он проинспектировал работу общественного транспорта. Алексей Копайгородский посетил муниципальное предприятие «Сочи Автотранс». Мэр приехал на автобазу в 6 утра, когда на линию стали выходить первые автобусы. Алексей Копайгородский побывал в диспетчерской ремонтной зоне, встретился с механиками, а также посетил медицинский кабинет, без прохождения которого ни один водитель не может приступить к работе. Глава Сочи отметил, что муниципальный транспорт должен быть безопасным и соответствовать всем техническим требованиям. Сегодня на балансе «Сочи Автотранса» 361 автобус. На линию выходят только 214. Эти автобусы ежедневно работают на 30 городских и пригородных маршрутах. В случае выхода техники из строя, пассажиры вынуждены дольше стоять на остановках. Чтобы избежать таких ситуаций, предприятие работает над созданием резервного запаса машин. Кроме того, появились специальные ночные бригады. У нас проходит как плановый, так и текущий ремонт. Если какие-то серьезные поломки, делаем это всю ночь, чтобы утром все автобусы вышли на линию, чтобы все люди могли спокойно уехать на работу. Мэр Сочи отметил, что сегодня предприятию необходимо восстановить подвижной состав, который был принят на баланс еще в 2013 году. На сегодняшний день все силы мы бросаем на то, чтобы произвести все необходимые ремонтные работы по подвижному составу, чтобы и лето у нас началось с кондиционерами, и внешний вид автобусов глаз радовал. Помимо этого, глава города протестировал работу транспортной карты «Пальма» и проверил, чтобы время в пути соответствовало расписанию. Также Алексей Копайгородский поручил обновить городские и пригородные маршруты в Сочи в соответствии с запросами местных жителей. Сделать это необходимо до начала курортного сезона. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. 12 марта в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10. Днем 13-15 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 9. В Красной Поляне переменная облачность. Ночью дождь. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. Днем 11-13 градусов выше нуля. Сочи примет шестую всероссийскую неделю охраны труда. Форум, на котором обсуждаются вопросы улучшения системы охраны, безопасности труда, экологии и сохранения здоровья, пройдет с 6 по 10 апреля в главном медиа-центре. В форуме примет участие делегация Краснодарского края. Специалисты и руководители в области охраны труда, промышленной безопасности, экологии, производственной медицины, подготовки и обучения персонала обсудят лучшие практики по разработке и внедрению систем управления охраной труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Пройдет и стратегическая пленарная сессия. Ее тема в этом году звучит так. Здоровье на производстве, устойчивое развитие экономики страны. Также в программе международная выставка по промышленной безопасности и охране труда и фестиваль ГТО. Будут подведены итоги и пройдет награждение победителей всероссийского конкурса «Успех и безопасность». До этого Кубань четыре раза становилась лучшим регионом страны в области охраны труда. Новый двойной полис ОСАГО начал действовать в России. Теперь автогражданка и КАСКО смогут уживаться на одном бланке. Такие полисы автомобилисты могут оформлять уже с 8 марта. Полисы уже называют двойными, так как на одном бланке можно теперь уместить информацию об обязательной автогражданке и КАСКО с другой стороны бланка. То есть теперь эти два документа можно не разделять. Это касается как электронных, так и бумажных вариантов полисов. Автомобилистам никаких сложностей это не принесет. Лишь упростит работу по внутреннему документообороту страховых компаний. А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 11 марта 1945-го советские войска наступают в Померании и сражаются в Бреслау. Юго-восточнее Данцига Красная армия, наступая вдоль восточного берега Вислы, заняла более 40 населенных пунктов. Противник, разбитый на отдельные группы и блокированный, лишенный единого руководства, прижатый со всех сторон к воде, бросился к переправам через Одер и проливы. Но этот маневр был ожидаем. Врага там встретили советские штурмовики и бомбардировщики. Тем временем бои идут и в Бреслау. Гибель Помпеи, так как она изображена на картине, сообщают военные корреспонденты, тихий пейзаж по сравнению с тем, что происходит на улицах Бреслау. Советская пехота шла не по улицам, это было невозможно. Рассекали кварталы поперек, прорубали стену дома, втаскивали орудия и им пробивали следующую стену. По этим каменным коридорам и двигались к центру солдаты. На всех фронтах за день подбито и уничтожено 168 немецких танков. Сбито 102 самолета противника. А в освобожденном Ленинграде началась пассивная. Во время блокады каждый свободный клочок земли, скверы, бульвары был использован под огороды. После снятия блокады в окрестностях на разминированных полях возникли сотни новых огородов. Лучшие земельные участки, которые находились ближе к городу, выделяли семьям фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной. Газета «Красная звезда» сообщает из Баку, что раненые в госпиталях успешно осваивают мирные профессии. За годы войны в Азербайджане подготовлены почти 3000 колхозных щитоводов, 234 инструктора-бухгалтера и 10 главных бухгалтеров. А еще 11 марта – день народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной. За этим длинным названием – настоящий подвиг, причем не только военный, но и трудовой. Добровольческий танковый корпус в 1943 году стал подарком от рабочих Урала фронту. Все необходимое от пуговиц для формы до танков Т-34 они сделали сверх плана, либо приобрели на собственные сбережения. Служили в танковом корпусе лучшие воины Урала. 115 тысяч человек подали заявление на службу в нем, из них отобрали 9660. Благодаря их отваге Уральский добровольческий танковый корпус стал поистине легендарным, дойдя до Берлина и Праги и получив огромное количество наград. Телекомпания «ФКТ» продолжает и серию репортажей о ветеранах Великой Отечественной войны, проживающих в городе Сочи. Сегодня мы вас познакомим с Василием Алексеевичем Карих, бывшим снайпером. Василий Алексеевич родился в 1926 году в одном из сел Рязанской области. В семье было семь детей, три сестры, три брата и он, самый младший. Когда началась война, Василию было 15 лет. Я, конечно, так и что-то не понимал, что думаю, ну война началась, значит, ну вот, как она будет происходить для меня, знаете, в таком возрасте я в сельской местности, ну, конечно, не понимал. Ну, ощущалось, что действительно придется и воевать, возможно, понимаете, идти на войну. На фронт, конечно, Василий Карих сразу не пошел. Их комсомольцев отправили на другие поля, в колхоз. После отучился в Нижегородской области в высшей школе стрелков снайперской подготовки. В 43-м курсантов направили в Черниговскую область. На тот момент Украина уже была освобождена. Там он стал обучать снайперскому делу прибывших из госпиталей солдат. На передовую попал в феврале 45-го. Я был в Черниговской области, а меня направили в Прибалтику. 935-я стрелковая дивизия, 935-й стрелковый полк, а 36-я стрелковая дивизия. Ну, я тут снайпером туда прибыл. Я был только один, единственный там снайпер в этой роте. Ну, и, значит, самое... А у всех остальных карабины там, обычная винтовка. Даже ни у кого автомата не было. 14 дней. На передовой было. Так? 14 дней. Ну, за эти, за 14 дней я подстрелил их 7 немцев. Это было первое и последнее участие 19-летнего Василия в войне. Во время одного из наступлений его ранило. Были повреждены рука, спина и лицо. От смерти спасло чудо. Пуля попала на пару сантиметров ниже виска. Победу Василий Алексеевич встретил в госпитале. У меня температура была 40 градусов. Понимаете? 40 градусов температура. Да. И в лазарете я был, находился. Рано утром сестра забегает. Медсестра забегает. У нее вот такая ветка была сирени. Ребята, вставайте быстро. Война закончилась. Понимаете? И мы вскочили, конечно, в одних рубашках побежали. Ликование. Ну, стрельба там. Ну, в общем, знаете, митинг прошел. Вот. Но по местам. По местам. А я почувствовал себя, думаю, сейчас что-то я никакой температуры ничего не думаю. Я говорю, а можно мне? Я пойду в общий палат, потому что, я говорю, я нормально сейчас чувствую. Она померила 36,8. Вы знаете, куда это? Вы знаете, организм. Вот у меня до сих пор как-то непонятно, как он перестраивается. После войны Василий Алексеевич уже в составе стройбата отправился в Абхазию. Так попал и в Сочи. И больше 50 лет проработал в отделе снабжения государственных дач на Кавказе. Сейчас Василию Карих 94. И 75-летие со дня победы он планирует отметить на традиционном параде в Сочи. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». К другим новостям. Они делились своими лучшими практиками воспитательной работы. Уже на самом заседании совета заместитель главы города Полина Деняк говорит о том, что в высших и средних профессиональных учебных заведениях должны не только учить, но и формировать личность. Здесь же должна идти профилактика социальных явлений, популяризация добровольчества, вовлечение студентов в творческую деятельность. И такие практики каждого из вузов необходимо тиражировать. Произошел обмен практиками между руководителями учреждений. Каждый презентовал какие-то свои инновации. Было немного споров. Но в целом заседание прошло очень продуктивно, позитивно. Это выработка единого подхода к воспитанию молодежи, к ее обучению молодежи, к ее выпуску в мир после того, как они окончат учебное заведение. Чтобы наша молодежь была готова к принятию самостоятельных решений. И администрация города очень рада, что данная инициатива главы города нашла понимание и отклик у наших руководителей учебных заведений. Опытом сегодня поделился и Сочинский институт РУДН. От патриота к лидеру. Так звучала тема презентации. Для того, чтобы набраться опытом, поделиться опытом и сделать достаточно мощную политику города Сочи по воспитанию молодежи. И если мы будем иметь консолидированную позицию, то сколько тогда организованной молодежи будет очень на правильном уровне, с правовой и высокой культурой, с уровнем гражданности и ответственности в нашем городе Сочи. Это важно. Подобные совещания в рамках работы совета при главе города также будут выездными и каждый раз в разных вузах и СУЗах. Рекордное число зубров насчитали ученые Кавказского заповедника во время зимнего авиаучета. В этом году на склонах хребтов обнаружены самые многочисленные группировки копытных. Были обследованы три основных зимовочных района. Гора Армовка и хребет Скирда, массив Бамбаки и Бурьянистый хребет. Также обследовались районы, где зубры на лугах появляются в небольшом количестве, либо эпизодически, и где зимующие зубры появились совсем недавно. Это озерных хребет. Всего было учтено 23 группы зубров. Это 413 особей. Это рекордное число за все время наблюдения зимовок зубров на горных лугах. Вероятно, это связано с тем, что и сама численность популяции растет. По крайней мере, с начала 2000-х годов мы наблюдаем ежегодный рост численности, который едва замедлился только в последние три года. И мы это связываем с достижением популяции емкости среды, по крайней мере, в пределах Кавказского заповедника. Хотя потенциал зубров за пределами заповедника, он более чем в несколько раз превышает потенциал зубров внутри границ заповедника. В целом, авиаучет подтвердил знания о зимовке зубров на горных лугах, полученные в предыдущие годы. Зубры из года в год занимают одни и те же участки склонов горных хребтов. Это говорит о стабильности и благополучии популяции. Вместе с этим зубры продолжают находить новые места для зимовки. Пионерами в освоении новых зимовок являются самцы. И если место найдено подходящее, то на следующий год здесь уже зимой достаточно крупное смешанное стадо. Учет зубров в Кавказском заповеднике проводится два раза в год. Летом для сбора информации вглубь заповедника отправляются группы научных сотрудников и волонтеров. Зимой учет копытных проводится только с воздуха. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...